Добрый вечер, дорогие друзья! Говорит и показывает Домодедова. Футбольный клуб «Пересвет», который является сегодня номинальным хозяевом, принимает номинальных же гостей под названием «Велес». «Велес», который буквально еще в прошлом сезоне играл в первой лиге, а сейчас, несомненно, будет прилагать все усилия, чтобы туда вернуться. И «Пересвет», который регулярно борется за позиции в нижней части турнирной таблицы второй лиги, и явно сегодня не будет фаворитом. Но не будем забывать, что это все-таки кубок. Финальные приготовления, финальный настрой, мотивационная речь. Ну и, собственно, «Пересвет», «Хозяева» начинает эту встречу с центра поля, раздался свисток арбитра, и игра у нас стартовала. Вмещение в центр, будет ли удар? Вот и первый удар поворотом. Амиралиев получает мяч на углу штрафной, еще правее. Прострел в штрафную. Ну, да, до удара-то дело дойдет. «Пересвет» снова пытается за счет короткого паса выйти в атаку от своих ворот. Снова потеря. Амиралиев, удар, и очень быстро «Велес» выходит вперед. Вот не сумели они после первой потери мяча, буквально в предыдущей атаке, наказать соперника за эту оплошность. Но сейчас Амиралиев никаких шансов соперникам уже не оставил. В первую очередь Поручикову. В тех матчах это не особо помогло «Электрону». В обоих они пропустили. Три и четыре мяча, соответственно. А здесь потеря, и уже у «Пересвета» есть шанс отыграться. И очень быстро восстанавливает паритет в счете «Пересвет». 1-1. Это девятый номер Денис Бескаравайный. Один из самых забивных игроков. Да что там один из самых? Самый забивной игрок в составе «Пересвета» в этом сезоне. Ну и также воспользовались ошибкой соперника. Матвеев ошибся в передаче. Кормишин дальше. Здорово здесь разыграли. Просто здорово. Кормишин через Абрамова перевел мяч на Бескаравайного, который в одно касание переправил. Представьте. Так, сейчас еще одна классная проникающая передача. И не попадает в левом полуфланге. Начал оттуда смещение в центр. Мяч потерял. Бескаравайный выводит Кормишина. Кормишин какое движение. Кормишин. Не попадает в ворота Владислав Кормишин. Но как здорово качнул защитника корпусом и просто оставил неудел. Рубанов до мяча не допрыгнул. Амир Алиеву уже добраться до него не дали. А здесь куда пошел поручиков-то Кормишина. И вот сейчас может еще что-то получиться. Волков. Начал смещаться направо. Подключает там Егорушкина. Подача на Кормишина. Штанга. Ну и как подтверждение моих слов про остроту момента. Там и не такие моменты были. Амир Алиев. Он на поле. Он бьет. И плюс мы не знаем. Вот в эпизоде, когда Бескаравайный выскочил один на один. Коснулся их там в итоге Кузнецов мяча. Ну, видимо, в статистику это пойдет как удар мимо ворот. В чем Матвеев тут же подорвался и бросился в отбор после этой потери мяча. Начинается второй тайм. Матч между Пересветом и Велесом. Это второй этап фонбет Кубка России. Пути регионов. И пока что 1-1 после первого тайма. В центре поля Шубин 97-й, 10-й. Фролов и 93-й. Матвичев. Ну и на флангах снова справа начинает тайм номер 70 Эмир Алиев. Слева располагается Котельников. В центре очень заметно. Котельников получает мяч слева. Котельников смещается в центр. Котельников дальше делится мячом с Шубиным. Ну и вот как раз по владению мячом. Сейчас мы видим. Оттянулся из атакующей группы. Самый атакующий из всей тройки футболистов. Пересвета в созидательных действиях мы практически и не видим. Не добирается. Нет, добирается здесь до мяча Волков. Ииии! Ииии! Это без каравайны! Это 2-1! Выходит вперед Пересвет! Вот так вот! Остановился Велес в полном составе. Думая, что покидает мяч в пределы поля. Но так не думал Волков. Волков его достал. Волков его оставил в игре. И Волков сделал изумительную передачу. Ну просто на блюдечке преподнес мяч. Ну и шанс для Велеса быстро отыграться. То, что смог сделать Пересвет в первом тайме. Подача в штрафную. Мяч у Котельникова. Удар будет! Удар идет выше ворот. Подача Ивакина. Поручиков уверенно выходит из ворот. Мяч забирает. И тут уже заключительные 20 минут основного времени. Матча стартует. Подача в самый центр. И не попадает Михайленко. Кабахидзе направо. Копылов. Выцеливает подачу Копылов. Выскакивает этот мяч Ивакин. Уже после рикошета от газона. Кормишин тащит и лезет. Старался как мог Кормишин. Но и сил уже осталось не так много. С учетом всей той борьбы, которую он в этом матче успел уже провести. И Песиков. Классная передача Песикова. Нет положения вне игры. Ивакин выкатывает мяч под удар. Фролов бьет. Еще удары. И все-таки 2-2. И все-таки Верес забивает этот мяч. И это, по-моему, Саркисян. По-моему, это как раз вышедший на замену Саркисян. Ну как Песиков здесь. Ивакину выдал. И Ивакин. Ну в какой-то момент показалось, что... Выбрал неправильное решение, отдав мяч Кабахидзе. Снова его разыгрывают. Матвеев. Снова здорово, как здесь сыграно. Ивакин! Ивакин! Ну вот. Сколько жесткость, грубость игры. Здесь Виллис продолжает нагнетать Поручиков. Дважды сейчас свою команду спас. Песиков. Песиков. Направо. Еще правее. Здорово ворвался туда Копылов. Так, заброс на фланг. Здесь Волков. Есть ли еще силы у Волкова? Ну до штрафной добежал! Пробил прямо в Кузнецова. Скамье Пересвета и отправляет отдыхать. Ну не отдыхать, а как минимум в подтрибунное помещение Игоря Шестакова. Это в плане желтых. Хотя в первом тайме-то и причин у него для этих предупреждений не было. Будем откровенны. Матвеев как здорово ушел. Передача штрафную нет. Отбиваются все-таки. Пересвет. Сохраняет еще шанс Песиков. Здорово катит ему матч. Фролов. Песиков. Песиков. Можно ставить точку в сегодняшней игре. И вот эти четыре уже компенсированные минуты к основному времени, я думаю, мало что изменят. Потому что, ну как минимум в первом тайме выглядели они действительно здорово. Фролов. И облизав. Ну с другой стороны, там в золотой группе у них и соперники. Все-таки будем откровенны посерьезнее. Песиков штрафной. Но с участниками этой встречи. С обоими главными тренерами. С кем-то из футболистов. Ну и 5-2. Хоть пересвет, на мой взгляд, и не заслужил такого счета. Но Велес поймал кураж. Велес разошелся. И Велес вот так под финальный свисток ставит уже даже, наверное, не точку. А восклицательный знак. Ну и как ни странно, забил снова футболист, вышедший на замену. Это Владимир Кабахидзе, заканчивавший эту встречу с капитанской повязкой. Завершил ее вот таким шикарным голом, который приносит убедительную по счету, но, может быть, не по игре победу Велес. Пересвет сегодня очень старался. Пересвет был классный. Первый тайм у Пересвета был действительно великолепный.